Здравствуйте! Это программа «Актуальная тема». Меня зовут Анна Зуева. И сегодня у меня в гостях Алдар Бадмаев, советник главы Республики Бурятия, кандидат экономических наук. Алдар Гальчевич, добрый день! Здравствуйте! Рада вас приветствовать у себя в гостях. Алдар Гальчевич, мы сегодня с вами поговорим о предпринимательстве. 26 мая в стране отмечался день предпринимательства. В связи с этим глава Республики Бурятия накануне написал большой пост в Facebook, где сказал, что предприниматель – это главный человек в Республике. Именно на предпринимательство в том числе будет сделана ставка всей экономики нашего региона. Под этим постом очень много комментариев. Кто-то возразил главе Республики, сказав, что как же предприниматель самый главный, а как же врачи, как же учителя. Что вы думаете по этому поводу? Кто самый главный? Я, конечно, не собираюсь спорить по поводу значимости учителей, врачей и других профессий, которые, конечно, имеют большое значение у нас в обществе. Но степень значимости предпринимателей, конечно, очень трудно переоценить. Дело в том, что любая экономическая активность в условиях рыночной экономики, она осуществляется в форме предпринимательской активности. То есть предприниматель – это именно то лицо, та социальная группа в современном обществе, которая берет на себя риски организации любого дела, риски организации производственного проекта, любого экономического дела. И, соответственно, все вот эти рабочие вопросы, которые у нас связаны, например, с организацией любого экономического проекта, расширение производства и так далее, в общем-то, они все так или иначе проходят в рамках предпринимательства. С вашего позволения, я хочу процитировать несколько строк из этого сообщения главы республики. Цитирую. Мы много внимания уделяем поиску иностранных инвесторов, и за этим как-то мало видим своих собственных предпринимателей. Иностранные инвесторы – это не панацея, это те, кого мы приглашаем и будем приглашать, будем вести с ними работу. Но основная составляющая экономики республики – это наши собственные предприятия и наши люди, наши предприниматели, которые работают на своей земле. Они есть основа основ. Расскажите о наших предпринимателях бурятских. Много ли их в секторе экономики? Какой они дают, может быть, сколько они дают налогов? Как они вообще, какова их доля в экономике? Много ли у нас предпринимателей? Или все-таки люди боятся идти в бизнес? На самом деле ситуация, конечно, очень сложная. В том плане, что, с одной стороны, у нас, конечно, приток предпринимателей идет большой. Экономическая активность у нас в республике, я считаю, что очень высокая. Но проблема здесь заключается в том, что у нас, конечно, очень маленькая емкость рынка. И вследствие этого у нас, учитывая тем более современную степень глобализации экономики, очень высокие барьеры для вхождения в бизнес. Поэтому очень многие предприниматели у нас уходят в сферу сервиса, ну, того же общепита, например, да, значит, всякие там возникают мелкие магазинчики, торговля розничная и прочее. Это хорошо или плохо? Это, с одной стороны, хорошо. Почему? Потому что это показывает, насколько много у нас людей, которые вот именно имеют очень высокую степень, во-первых, не просто активности, там, и той же самой, скажем, некой такой позиции, желания что-то создать самим. Но в то же время это... Это высокоорганизованные люди, наверное, которые не боятся рисков. Безусловно, конечно. Но в то же время, конечно, у нас очень высокий процент, что называется, потерь, связанных с тем, что у нас очень высокая конкуренция на рынке. И вообще, как бы у нас в республике считается, что очень высокий уровень конкуренции в той же, например, торговле. Почему к нам не идут, например, те же самые федеральные ритейлеры, да, скажем. В той же Иркутской области, например, у нас есть федеральные там ритейли, тот же магнит и так далее. А у нас в Бурятии нет. И дело просто здесь заключается в том, что у нас очень мощная своя собственная торговая сеть. В сфере сервиса, в сфере там целого ряда вот других отраслей у нас очень высокая конкуренция. И она именно как раз таки связана вот именно с большим количеством предпринимателей. Не секрет, что, например, скажем, в пределах 100 метров, если взять, например, любой город или какой-то крупный поселок, можно насчитать сразу несколько тех же самых магазинов, причем которые работают в одной и той же целевой нише. Но вот еще раз подчеркиваю, конечно, это происходит из-за того, что высокие барьеры, очень сложно людям как-то сориентироваться и поэтому найти себя. В то же время, если, к примеру, говорить о каких-то крупных проектах, например, там, это, прежде всего, производственные проекты, проекты ориентированные на экспорт, на выход в другие регионы, на рынки других регионов. Таких предприятий немного. Таких предприятий немного, к сожалению, да. И вот мы сейчас как раз, руководство республики ведет активную работу по стимулированию вот именно таких проектов, по поддержке таких предпринимателей. Мы к таким предпринимателям еще вернемся. Вы упомянули о том, что маленькая емкость рынка. Что вы имели в виду? Маленькая емкость связана с тем, что, во-первых, наш регион по численности населения не очень большой, то есть у нас меньше миллиона. Это раз. Второе, это население тонким слоем размазано по очень большой территории. У нас единственная плотная агломерация – это Улан-Де с пригородами, где насчитывается по отдельным оценкам порядка 550-600 тысяч человек. Ну а так в целом, конечно, и плюс к этому, конечно, у нас население не очень богатое, откровенно говоря, покупательная способность низкая, но я думаю, что это временно, конечно. И я думаю, что в ближайшей перспективе ситуация изменится. Но это напрямую влияет на то, что, конечно, когда, к примеру, речь идет об, скажем, максимальных объемах продаж тех или иных товаров или услуг у нас на территории Бурятии, например, то любой предприниматель сталкивается с очень жесткими ограничениями по максимальным объемам. И чтобы реально выйти на какой-то эффективный уровень объема производства, необходимо выходить фактически на рынки Иркутской области, Забайкалье, Дальнего Востока, Монголии и так далее. И примеры этому есть, на самом деле. В общем-то, тот же Макбур, например, они активно работали именно на рынке, начиная с Красноярского края и вплоть до Дальнего Востока, и включая Монголию. То есть работали также на экспорт. При этом Макбур входил в тройку ведущих макаронных предприятий всей России в целом. И у нас это не единственный пример. Тот же самый, например, наш авиационный завод – это крупные предприятия, конечно, доставшиеся к нам еще с советских времен, но тем не менее оно очень активно развивается, является одним из ведущих производителей России и мира, именно что касается вертолетов своего класса. То есть продукцию нашего предприятия можно встретить по всем странам мира, в Латинской Америке, в Азии, в Африке и так далее. Значит, и я думаю, что мы к этим предприятиям еще будем в ближайшее время дополнительно добавлять еще целый ряд других производств. В этом году по нацпроекту «Бизнес. Развитие малого и среднего предпринимательства» Бурятия получает колоссальные деньги на поддержку малых и средних предприятий. У нас открыт Центр поддержки бизнеса «Мой бизнес на улице Смолина». У вас есть информация, насколько эффективно он работает, хотя он работает совсем немножко, даже полугода еще нет, в июне будет полугода. Обращаются ли туда предприниматели, могут ли они там действительно получить поддержку, как заявляли в Министерстве промышленности и торговли, от идеи до экспорта? Ну, я знаю целый ряд предпринимателей, которые реально получили там поддержку. Что касается, скажем, насколько это эффективно работает, вот мне приходилось даже слышать такое, что предприниматели жалуются, что у нас мало денег выделяется на поддержку, то есть денег не хватает. Это реально так, значит, почему? Потому что в целом уровень, как я уже говорил, предпринимательской активности на самом деле у нас высокий. Просто нам необходимо переориентировать вот эту активность, скажем, из сферы торговли, сферы услуг, больше переориентировать именно сферу производства, то есть именно, скажем, производство продукции с высокой степенью добавленной стоимости. Например, что бы это могло быть? Что вы подразумеваете? Это сувениры, это лесопереработка, глубокая переработка леса или что-то еще? Глубокая переработка леса, например, в частности, да, там производство мебели, например, да, то есть вот у нас, например, скажем, те же самые опилки, их же из них можно делать, те же самые брикеты, например, можно делать ДСП там и так далее. То есть не просто сжигать там, да, значит, а вот именно производить какую-то продукцию высокоценовую. Значит, производство лекарственных каких-то там препаратов, переработка, в частности, наших лекарственных трав, То есть это в настоящее время, я считаю, очень важное стратегическое направление. Еще связано с тем, что у нас республика, она очень богата лекарственными растениями. И вообще в целом наши растения, в силу уникальной нашей природы, они в 2-4 раза более богаты питательными веществами, нежели чем такие же растения, но произрастающие в той же Иркутской области, например, в Забайкалье и на Алтае, к примеру, или Монголии. Поэтому у нас республика, она вообще предназначена, видимо, самим богом для производства лекарств и переработки. Также это туризм, безусловно, и целый ряд других направлений. Туризм, это вообще, я считаю, что мы в перспективе стратегически должны выстраивать международные комплексы, которые могли бы выступить центрами развития туризма вообще всей Восточной, Северной Азии. С населением 1,5-2 миллиарда населения на человека. Алдар Гальчевич, давайте теперь поговорим о предпринимателях более крупных, серьезных. Что сдерживает людей открыть крупное предприятие, взять много людей на работу, открыть какой-нибудь заводик, комбинат? Какие преференции правительство Республики Бурятия может дать таким людям, которые рискнули и открыли что-то большое, грандиозное? Почему у нас так мало предприятий? Ну, раньше, конечно, это были трудности, связанные в том числе с высокими энерготарифами, с административными барьерами и так далее. Сейчас это все убрано? По энерготарифам мы сейчас находимся в очень хорошем положении, на самом деле. Вот сколько стоит 1 ватт в час для предприятий? Мы сейчас находимся в числе 10 регионов России по низким энерготарифам. И, честно говоря, в этом отношении нам завидуют те же самые, например, забайкальцы. Конечно, у нас тарифы выше, чем в Иркутской области, но Иркутская область – это вообще самые низкие тарифы по всей России, поэтому это исключение скорее. Поэтому по энерготарифам у нас, в принципе, ситуация вполне нормальная. То есть, в принципе, по отдельным проектам, например, по Гусенозерску, там вообще рассматриваются еще дополнительные снижения до очень приемлемых значений, которые уже сопоставимы даже с иркутскими показателями по энерготарифам. Это что касается именно энерготарифов. Что касается налогов, например, то в рамках территории опережающего развития, так называемых торов, которых уже в настоящее время у нас несколько по республике Бурятия, это поселок Селингинск, город Гусенозерск и так далее. То есть, мы там можем предоставить льготы и по налогам на имущество, и по налогу на прибыль. То есть, в целом, как бы, это очень приемлемый налоговый режим. При этом мы создаем такой административный режим для данных предприятий и проектов, при котором они пользуются линией наибольшего благоприятствования, как бы зеленая такая дорога, что называется. И при этом сам глава лично говорит о том, что у него всегда есть возможность встретиться с любым предпринимателем, с инвестором в любое время. И он встречается? Он реально встречается, да, и при этом я могу сказать, что вот, ну, в частности, вот мы вот ведем целый ряд переговоров с инвесторами, да, и я никогда не слышал от него отказа, значит, во встрече. И более того, он всегда идет навстречу пожеланиям любых инвесторов, и наших, и иностранных, значит, и... Ну, здесь я могу сказать, очень много там есть примеров. Больше сейчас проблема заключается в том, что нам самим надо еще где-то определиться, вот именно в приоритетах... Каких именно предпринимателей поддерживать? Да, каких предпринимателей, куда. Вот где-то мы, где-то у нас еще немножко там царит определенный хаос в том плане, что, понимаете, ведь выстраивание экономики – это как строительство дома, то есть тут присутствует тоже определенная логика. Нельзя вот просто взять и начать строить все подряд. Надо вначале построить фундамент, потом стены и так далее. Аналогично здесь логика и выстраивание производственно-технологических комплексов. Например, вот, скажем, если брать ситуацию от обратного, вот мы помним, тонкосоконная мануфактура у нас когда умерла, у нас автоматически всех сельхозхозяйств, которые производили шерсть, они моментально сразу потеряли с точки зрения экономического эффекта. Сбыт потеряли. Соответственно, мы видим, что для того, чтобы поддерживать, например, производство шерсти и, соответственно, вот эти сельхозпредприятия, нам сначала надо организовать сбыт этой шерсти. То же самое касается и производства зерна и так далее. Вот сейчас, например, наша уландесская птицефабрика заключила договора с нашими зерновыми хозяйствами на закупку зерна на регулярной основе. Благодаря этому зерновые хозяйства теперь получают авансирование в течение всего года. То есть им не надо думать о том, где найти деньги на проведение посевных работ, какие-то зимние операции и так далее. В течение всего года птицефабрика финансирует сельхозпредприятия, а тот же самый, например, колхоз из Крама Харшибирского района, они поставляют по фиксированным ценам зерно для данной птицефабрики. И то же самое происходит везде. И в туризме, и в строительном комплексе, и в производстве высокосложной технологической продукции. Алдар Гальчевич, глава Бурятии в своем посте предложил также создать группу в одном из популярных мессенджеров и назвал ее «Бизнес-онлайн Бурятия». Он предложил вступить туда предпринимателям, будущим, нынешним чиновникам, сотрудникам всех ведомств, курирующих наших предпринимателей и бизнесменов. Вы вступили в эту группу? Да, безусловно. Я был пятый человек, который отметился в этой группе уже. Оперативно. Сколько сейчас человек в этой группе? Я знаю, что там есть ограничения по участникам этой группы. Понятное дело, что не каждый предприниматель войдет в нее, потому что невозможно ее раздуть до каких-то невероятных размеров. Но сколько, по вашим оценкам, сейчас там людей? Там уже свыше ста участников. Это чиновники в основном, которые просто решили исполнить поручение главы и быстро туда вступили. Или это все-таки бизнесмены? Или бизнесмены еще не узнали о такой уникальной возможности? Там есть чиновники и очень много бизнесменов. Причем чиновников, наверное, от силы человек 20, я по крайней мере так насчитал. Остальное – это все бизнесмены. Причем среди них многие те, кого мы знаем, чьи имена на слуху. Это Вадим Бредний, Покацкий и так далее. И очень много предпринимателей, которых я в том числе не знаю еще пока. Но здесь надо сделать упор на том, что там присутствуют представители всех бизнес-объединений, за которыми стоят десятки, а подчас даже сотни предпринимателей. Я знаю, что торгово-промышленная палата там отметилась. Да. И от других ведомств. Союз менеджеров там и так далее. Опора России. Опора России, деловая Россия. И даже глава Бурятия написал «Я онлайн». Да. Он, кстати, написал там первое, кажется. Да, они из первых. Скажите, для чего нужна эта группа? Ну неужели предприниматель, который что-то напишет о своих проблемах, моментально на это сообщение отреагирует? Как это будет все работать? Не показуха ли это? Я могу сказать, по опыту других групп, в частности по строительству детских садов, реагирование происходит моментально. То есть, буквально, как только ставится вопрос, ну можно сказать, в считанное время, там, ну, не знаю, минуты, там, часы, значит, тут же соответствующий орган реагирует. Более того, данные мессенджеры, они очень сильно, скажем, тонизируют тех же самых чиновников, в том плане, что они понимают, что любой предприниматель в случае возникновения того или иного вопроса… Всегда укажет о том, что «ну вот, я же вам писал, я же вас просил». Совершенно верно. И это сразу становится видно не только самому там чиновнику или ведомству, значит, а там присутствуют все министерства, ответственные за экономический блок, и все те структуры, которые так или иначе, значит, занимаются вопросами, относящимися к предпринимательству, да, и к экономике. Значит, но любое сообщение видит также и глава лично, да, и все руководство республики, там, и так далее. Ну, я как советник главы по экономике, естественно. Вы читали что-то уже из этого чата? Все пока просто отмечаются, добавляются, или уже поступили какие-то реальные просьбы, какие-то, быть может, предложения от предпринимателей? Или пока не было времени вдумчиво почитать чат? То, что я пока видел, это пока все знакомятся. Естественно, конечно, поскольку этот чат в новинку, то есть это впервые такое вообще в республике, значит, естественно, сразу, конечно, предложений не возникнут. То есть людям необходимо собраться с мыслями, где-то какие-то вопросы подготовить. Но я думаю, что в любом случае вопросы появятся. И опять-таки по опыту других чатов я могу сказать, что все вот такие как бы вопросы, они моментально будут находить отклик у руководства республики, включая главу лично. 24 часа в сутки он будет работать. Можно вам писать? Сегодня глава отписался в час, во втором часу ночи. Замечательно. Ну, я хочу верить в то, что этот чат будет очень эффективным, потому что, наверное, ранее, до сегодняшнего дня, все это, наверное, очень бюрократически долго происходило, пока ты там пойдешь к какому-то чиновнику в Минпромторг, расскажешь о своих чаяниях, надеждах, проблемах. Пока это дойдет выше, 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 пройдет очень долго, много времени. Совершенно верно. Я вот вам здесь полностью, с вами полностью согласен, потому что вот этот современный экономик, вообще темп преобразований, он настолько высокий и плотный, что вот эти все последовательные, все эти процедуры, согласования, они, конечно, должны уходить в прошлое. Мы сейчас должны работать на совершенно других скоростях, тем более, что уровень информатизации, технических средств, те же самые вот эти вот мессенджеры, все эти, они дают необходимую техническую для этого возможность. То есть ничто нам не мешает для того, чтобы оперативно наладить вот эту прямую обратную связь. И здесь самое главное уже теперь возникает, вот именно, как говорится, технические средства есть, все есть, финансирование есть, средства есть. Все фонды, да, собрали, значит, в одно окно, в принципе, вот я лично ходил, смотрел, все работает. Если какие-то вопросы возникают всегда, есть кому обратиться, получается, вот вплоть до главы республики, непосредственно через мессенджеры и так далее, да. Значит, теперь все зависит уже от нас, от самих, от предпринимателей, от тех, кто хочет что-то изменить, тех, у кого есть какие-то проекты. И, естественно, конечно, там, в общем-то, над каждым проектом необходимо думать, но, по крайней мере, уже, как бы, что называется, пути открыты. Алдар Кальчевич, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике и пришли к нам в гости. Всего наилучшего. Пожалуйста. Это была программа «Актуальная тема». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин